Гонки – обязательный игровой жанр, который имеет огромную армию поклонников. Одним нравится по-аркаднее, другим – по-реалистичной. Но все они сходятся в одном. Гонок нужно больше интересных и разных. И вот о том, что из гонок выйдет в ближайшем будущем, я сегодня и расскажу, так что встречайте ТОП-11 самых ожидаемых гоночных симуляторов 2018 года. Продолжение после небольшой рекламы. Многопользовательская игра в гонки с повреждениями автомобиля, в которой соревнуется команда из четырёх машин. В ней сочетаются черты олдскульных гонок с повреждениями и моба. Ссылка в описании. TT – Isle of Man – Ride on the Edge. Начинаем мы не с машин, а вовсе даже с мотоциклов. В то время как автомобильные гонки всё чаще получают уклон в различные извращенческие механики типа «подрифтуй» или «выполни 10 опасных обгонов», включая бесполезную и унылую езду по городу в поисках нового задания. Мотоциклетные гонки в какой-то мере застряли в двухтысячных, сохранили классический геймплей и не заразились в кавычках «болезнями», распространяемыми GTA и Need for Speed. Вот и тут нас ждут классические гонки на не классических, а очень даже скоростных мотоциклах. Игра подкупает своей ретро-атмосферой. Уютные узкие улочки, цветущие сады, люди, гуляющие по обочинам, и вдруг с рёвом на каком-нибудь спортивном кавасаке проноситесь вы. Из того, что довелось увидеть, похоже, нас ожидает один из самых быстрых мотосимуляторов, который потребует очень хорошей реакции. Выход игры ожидается в марте на ПК и больших консолях. Gravel. Эта игра должна была выйти осенью, но итальянцы из знаменитой Milestone не успели, поэтому ждём релиза на ПК и больших консолях 27-го февраля. Если коротко, то это что-то среднее между World Rally Championship и Dirt, потому что основная геймплейная фишка игры – езда по бездорожью. Не такому, как в Spintires, а западному бездорожью. Красивому и гладкому, но всё равно не по асфальту. Асфальт также будет, но не зря же игра называется Gravel, что переводится как и гравий, и как крупный песок, и даже как приведение в замешательство, что как бы намекает и на её сложность. Но ещё бы, тут мало одной ловкости и глазомера. Нужно ещё и правильно подбирать настройки подвески под каждое покрытие и тип покрышек. Тип автомобилей вам подберут сами под каждый из режимов. В общем, должно получиться добротно. The Carters. Если вграться, то перед вами Super Mario Kart для тех, у кого нет Nintendo Switch. Ну, а если серьёзно, то игра действительно детская, и её разработчики действительно предлагают гонять на мультяшных машинках, именуемых в народе картами. Смешные обезьянки и котики гоняют по лучезарным локациям и позитивненько гасят друг в друга из всех стволов. Да, главная особенность – оно же отличие от гонок с Марио – это присутствие всякоразного оружия, с возможностью оставлять мины, включать щиты и т.д. В общем, взрослых дядей, конечно, не заинтересует, но, если у дяди есть дети, то их вполне. Выйдет игра в первом полугодии на ПК и больших консолях. Antigravator. И ещё одна несерьёзная гонка, но уже всё-таки не для детей, а для более зрелых геймеров. Даже так, для очень зрелых, которые зацепили гейминг конца 90-х – начала нулевых, и помнят космические гонки тех времён, которых тогда было очень много. Плюс таких гонок был в том, что их создателям не нужно париться над соблюдением законов физики. Кто знает, как там в точности должен ехать такой светящийся, как новогодняя ёлка болид, никто не знает. Ну, а тут стала быть попытка возродить былую славу подобного поджанра. Игра красивая, стремительная, с возможностью улучшать болиды, с мультиплеером и, что немаловажно, с режимом разделённого экрана. Так что можно играть вдвоём на одной платформе. Одиночная кампания, кстати, также присутствует. Выйдет всё это на ПК и больших консолях в конце весны – начале лета. Steel Reds. И ещё одна очень необычная игра, являющаяся симулятором мотогонок в далёком постапокалиптическом мире с лёгкой примесью киберпанка. Мотоциклы будут байкерские, а-ля Харли Дэвидсон, а показывать гонки будут с видом в стиле 2D+, то есть не в двухмерном, а в дополненной двухмерности, с видом сбоку, но возможности перемещаться в глубину картинки. Геймплейный упор будет здесь не только на скорость, но и на всевозможные трюки, потому что участнику банды стальных крыс придётся прорываться сквозь ловушки, туннели и толпы заражённых зомби. Причём всё это выходит не на каких-то там мобилках, а на PlayStation 4, Xbox One и ПК до конца года. MX против ATV All Out. И ещё один мотоциклетный симулятор, но на этот раз в лице известного в определённых кругах сериала, который начался ещё в 2005-м году, и до сих пор не заканчивается. В наличии несколько типов мотоциклов, начиная от маунтин-байков и заканчивая квадроциклами. Куча опасных трасс и несколько режимов, включая любимый многими Суперкросс и Национальный чемпионат. Ну, а если гонять надоест, вы завсегда сможете включить режим испытаний и трюков, где нужно будет запрыгивать в кольца, перепрыгивать препятствия, красиво выкобениваясь в полёте, и демонстрировать прочие элементы мастерства и распущенности. Разделённый экран и мультиплеер в наличии. Выходит всё это 27-го марта на ПК и больших консолях. Death Senders. Всё, что изобрели на Западе, сложно выразить столь же ёмко и кратко русским языком. Поэтому встречайте. Скоростной, даунхилл, фрирайдинг, фристайл на велосипедах, по локациям, за создание которых отвечает система процедурной генерации. Да, никаких двигателей внутреннего сгорания, только мышцы и сила притяжения с инерцией. Гоняйте по склонам гор, ставьте рекорды, совершайте акробатические этюды в прыжках. И, конечно же, знакомьтесь разными частями своего многострадального тела с деревьями, камнями, а то и ручьями на дне оврагов. Причём, трассы заучить невозможно, ибо они генерируются тут же. У всего этого нет ни мультиплеера, ни кооперативного режима, но зато есть правильная, как заверяют разработчики, физика и отличная графика при весьма скромных системных требованиях. Выйдет игра только на ПК до конца марта. Burnout Paradise HD Remake. В принципе, эту игру можно было бы не ставить сюда, но, во-первых, я знаю, что некоторым надоели топ-10, поэтому данный экшен предоставил возможность расширить список игр до 11. А во-вторых, всё-таки Burnout – отличная игра, которая в этом году исполняется 10 лет. Но что такое 10 лет? Той же Need for Speed Run уже 7 лет, а она выглядит и играется лучше многих современных конкурентов по жанру. В общем, что говорить, ремейк легенды. Точные сроки неизвестны, но, скорее всего, долго ждать себя проект не заставит. Пока что известно только о консольных версиях, но на ПК игра также должна выйти. Grip. Разработчики этой игры – упорные ребята. Сначала они пришли на Kickstarter, где не смогли собрать нужную сумму, но не бросили дело, а с верой в себя пришли в ранний доступ Steam. Но там тоже не особо задалось. Однако ребята поработали ещё, и оценки геймеров волшебным образом полезли вверх, дойдя до 91%. И теперь, спустя два года, игра выходит в финальном виде, так что это как раз тот случай, когда упорство и труд всё перетрут. По факту мы имеем гоночный экшен на машинках, у которых нет верха или низа как такового. Можете переворачиваться дном к верху, и всё равно будете ехать. Езда сопровождается стрельбой, ловушками и прочими каверзами. Ну, а кроме гонок, есть и режим с аренами, где также можно вдоволь повоевать. Разделённый экран и мультиплеер есть. Выйдет игра на ПК в первой половине этого года. Monster Energy Supercross. Какое пафосное и многообязывающее название. Ещё бы добавили слово турбо или мега, и был бы полный комплект. Но и так получилось вполне себе ничего, потому что название было взято из одноимённого мото-турнира, чей официальной игровой адаптацией сей проект и является. Разработчики этой игры предлагают настоящий грязево-глиняный мотокросс на специальных аренах, залитых светом прожекторов. Делают всё это уже известные вам итальянцы из Millstone, которые точно знают, как надо. Соревноваться будут мотоциклы на 250 и 450 кубов, помещённые в игру по официальным лицензиям. Ну, а главной фишкой всего этого является конструктор арен, который позволит созданную арену запихнуть в мультиплеер и погонять там с друзьями-товарищами. Хотя и без них в режиме одиночной карьеры скучать не придётся. Выходит игра на ПК и консолях 13-го февраля. The Crew 2. Ну, а завершим мы с самой громкой, пока что известной гоночной игрой этого года. Новую жажду скорости ждать не приходится, поэтому конкурентов у детища Ubisoft, попросту говоря, нет. Да и какая там жажда угонится за данной игрой, где, окромя машин, есть и мотоциклы, и катера, и даже самолёты. Причём управлять всем этим будет один-единственный герой, так что сюжет ожидается тем ещё. Но Ubisoft никогда не зацикливалась на логике, а вот в ярких спецэффектах, красивой картинке и приятном геймплее с понятным управлением ей не откажешь. Всё это подаётся под видом ММО с микроплатежами, одиночной карьерой и мощной сетевой поддержкой. Остаётся пожелать, чтобы создатели первой части сделали вывод из своих промахов, которых допустили немало, благо у них было 4 года на осознании ошибок, и запилили бы на этот раз настоящий праздник для тех, кто не мыслит прожить и дня, чтобы кого-то не обогнать. Это были 11 гоночных симуляторов, ближайшего будущего которых стоит дождаться. На этом всё. Играйте только в хорошие игры, и пусть никто не уйдёт обыгранным. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова